Награда Награда Ассурья Вечно скитаться по небу Слава! О, мудрый! Восхвали, если жаждешь награды Ту славную добрыми деяниями богиню Которая в одно мгновение Обращает негодяев святых Дураков в ученых Врагов в друзей Скрытое делает явным Аят халахала нектаром После шестичасового ночного перелета Москва-Дели Мы сели в джипы Привязав багаж веревками На крышах автомобилей И окунулись в беспорядочный поток Одновременно гудящего И движущегося во всех направлениях транспорта Наш шофер Саня сигналил беспрестанно Стараясь обогнать хаос До долгожданного отеля Было 16 часов езды Оправившись от первого шока Мы смиренно оглядывались по сторонам Положившись на милость судьбы В надежде, что она вынесет нас целыми И невредимыми Из этого броуновского движения Субтитры создавал DimaTorzok 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 Санне все-таки не удалось избежать столкновения С маленькой Судзуки, долго не уступавшей ему дорогу Однако он эмоционально убедил двух пострадавших сикхов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наш маршрут проходил по северо-востоку Индии Пересекая штаты Харьяна и Бенджаб За две недели мы проехали 2000 километров По долинам Парватии и Кулу Побывали в Малом Тибете В резиденции Далай-Ламы и тибетского правительства в изгнании По горным дорогам искали сели штат Химачал-Прадеж Мы увидели снежные купола Гималаев Лабиринты горных хребтов Долины священных рек И среди них Индию Страну волшебных сказок Которые неуловимым узором вплетены в повседневную жизнь Индию Великую грезу Окутанную золотым туманом вечности Слава тебе время По чьей воле все ушло путем воспоминаний И блистательная столица И могучий царь И окружавшие его вассалы И мудрые советники И лунолики и жены И сонма занощевых князей И поэты И славословия В доме, где прежде жили многие Теперь живет всего лишь один Где прежде жил один, а потом многие Там ныне нет никого Так время, бросая день и ночь Подобно двум игральным костям Играет людьми пешками На игральной доске вселенной С восходами и заходами солнце Проходит день за днем жизнь За делами За временем тяжких забот Время бежит незаметно И нет страха При виде рождения Старости Смерти Безумен мир Пьющий хмельной напиток Заблуждений Первая остановка была в Беласпуре Штат Химачал Прадеш Утром Нашу группу Пригласили на встречу С семейством Реджендера Сингхан Организатора поездки И главы туристической компании Сагартуру Сан-Джавис Еще в периоду Панишад В Индии сложилось учение О периодах жизни О шрамах Согласно которым Человек должен сначала Вести жизнь ученика Потом вступить в брак После чего жить Жизнью отшельника А в последней ошраме Оставить все мирские привязанности И стать странствующим аскетом Самым почтенным из них является домохозяин Так как завися от него Существуют люди других ашрам Семейство Реджендера Подтверждение этой традиции В большом доме живут несколько поколений его рода Относящегося к древней Раджпутской династии Раджпуты – самая известная народность воинов Индии Род Сингхов – один из уважаемых родов штата Химачал-Прадеш Реджендер занимается благотворительностью Перечисляя средства на содержание студентов Обучающихся в университетах По проекту его отца Была организована школа для детей А в 1989 году Он был удостоен Высокой правительственной награды За широкую просветительскую деятельность Сингхи принадлежат к варне кшатриев Варнами обозначаются четыре основных сословия Брахманы – жрецы, хранители религиозных законов Кшатрии – военные знать Раджи и Магараджи Ващи – ремесленники Ишудры – мусорщики, стиральщики белья, уборщики Хотя 50 лет назад С принятием Индии независимости Варного отделения Официально было отменено Однако до сих пор Оно сохраняется в укладе жизни В то время как мужчины Занимаются общественной деятельностью Женщины поглощены заботой О детях и доме Их стараниями Сохраняется тепло в семейном очаге В Индии развито чувство благоговения перед женщинами Связанное с культом Шакти – великих богин В одном из гимнов Ригведы Шакти представлена Матерью Мира Верховной силой, поддерживающей Вселенную В окрестностях Беласпура На дне древнего озера Гавин-Цагар Расположилось несколько шиваэйских храмов Построенных в V-VI веках н.э. Среди них гуляют коровы У индусов корова – особо почитаемое животное Ее поэтический образ всеобщей матери-кормилицы Камадхены Ведет свое начало с ведических времен По учению брахманов Корова – воплощение божества Убийство и употребление ее мяса считается величайшим грехом Все, что получают люди от коровы Идет им на пользу И как пища, и как топливо По преданию, тело шивы Было обмазано коровьим навозом А лучшим приношением богам Считается коровье масло Храмы построены в форме шикары Лотоса с овнутыми лепестками Среди них Радганадхо-тэмп Резьба по камню с флоральными узорами Вплетена в сказочную архитектуру храма Скульптурные фигуры священных рек Ганги и Емуны Оформляли заднюю нишу храма И в 1973 году были перенесены в Государственный музей в Шимулу Столица штата Химачал-Прадеш В период дождей, во время разлива рек Храмы находятся под водой почти 6 месяцев в году Обряды составляют основу повседневной жизни индусов Любое обыденное действие представляет ритуал Рождение ребенка и наречение имени Прием гостя и угощение Свадебные и похоронные церемонии Вручая невесту жениху, Брахман Произносит слова ведийского гимна Сложенного более трех тысяч лет назад Игра в кости уподобляется сражению Свадьба связывается с битвой Битва с жертвоприношением Индусы называют свою ритуалу Религию просто Дхарма Закон или Долг Иногда добавляя Ария Дхарма Закон Ариев Или Санатана Дхарма Вечный Закон В этом слове воплотилось все то, что с детства знакомо каждому индусу Обязанности по отношению к родным Правила почитания богов Понятия о добре и зле Индуизм Многолик и многообразен Однако можно назвать Несколько представлений Разделяемых всеми Культ вед Убеждение в справедливости Кастового деления Почитание коровы в качестве священного животного Город Кастового деления Город Субтитры подогнал «Симон» Веды – это священные тексты, сокровищницы непререкаемых и незыблемых правил поведения. Индусы считали, а многие считают и сейчас, что веды были всегда. Брахманы передавали премудрость вед своим детям, произнося речения нараспев и толкуя каждое слово. Шрути, услышанное, давало возможность приобщиться к ведийской истине. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 года 100% населения Индии религиозны. Жителей, исповедующих любое из многочисленных вероучений индуизма, называют индусами. Они составляют 83% населения. Исторической основой индуизма является многобожная религия брахманизма, которая на протяжении многих веков реформировалась в отдельные ортодоксальные единобожные течения – шиваизм, вишнуизм и неортодоксальные течения – буддизм, джайнизм. И в итоге вобрал в себя все то, что так или иначе питалось ведическими источниками и корнями. По мере проникновения чужеземного влияния в Индии нашли прибежища мусульмане, парсы, христиане, сикхи. Их называют индийцами. Индия – настоящий кладезь премудрости для всякого, кто стремится воочию представить себе многообразней религиозного опыта человечества. Колесо Мани заполнено молитвенными текстами. Считается, что один поворот колеса равнозначен прочтению всех молитв. На севере Индии, в Тхармсале, на склонах гор расположилось много тибетских монастырей. Буддистские монахи развешивают молитвенные флаги у священных мест, храмов и родников. Они говорят, что тем самым молитвы насыщают ветер, принося благословение. В окрестностях Тхармсалны находится драгоценный парк Нарбуллин-Ка, летняя резиденция Далай-Лама. В 1950 году Тибет был аннексирован Китаем. А в 1959 году, после восстания тибетцев, 14-й Далай-Лама, его святейшество Тензинг-Яца, был вынужден покинуть свою страну и с тех пор находится в эмиграции в Индии. Тхармсала – резиденция Далай-Ламы и тибетского правительства в изгнании. Индия, родина буддизма, приняла тибетский народ, уцелевший после китайского геноцида. Тибетцы считают, что Далай-Лама – это проявление Авалакитишвары, аспекта сострадания и любви Будды в человеческом теле. Он помогает простым людям познать причины счастья и страданий и достигнуть освобождения от них. Шанти-Дева сказал, «Великую радость я нахожу в добродетели, облегчающие страдания существ низших миров и наделяющие счастьем страждущих. Я сорадуюсь накопленной добродетели, помогающей достичь пробуждения. Я сорадуюсь полному освобождению всех живущих от страданий самсары. Я сорадуюсь пробуждению покровителей и духовным уровнем сыновей Будды. В Бодхичите, в этой благости безбрежной, как океан, всему живому я нахожу великое счастье и радость. Сложив руки у сердца, я молю совершенных Буд всех сторон света, зажгите светочи дхармы для всех страдающих из-за омраченности. Сложив ладони у сердца, я молю победителей, пожелавших уйти в нирвану, будьте с нами бесчетные кальпы, не оставляйте живущих во тьме. Так пусть же силой заслуги, которую я накопил, вознося эту молитву, все живущие полностью избавятся от всех страданий. Мы долго не можем, вот очень рад, что вы сюда приезжаете, смотрите. Будда, он много лет себя совершенствовал, достиг просветления ради блага всех живых существ. Будда, он не читал только книжки, а занимался духовной практикой, и это ему помогло достичь просветления. Будда, он говорит, что если мы будем стараться делать так же, как делал Будда, у нас тоже есть возможность достичь духовных совершенств. Чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, в общем-то, одна из главных задач жизни – это духовное совершенствование. Вот, например, говорит, даже дети в школе изучают там азбуку или что-то, нужны объяснения учителя, только тогда придет понимание. Просто так, если ребенок сам будет что-то рисовать, они ничего не поймут. Продолжение следует... Еще в конце 20-х годов русский тибетолог Юрий Николаевич Рерих писал, Тибет можно сравнить с закрытой кладовой древнего замка, где хранятся сокровища прошлого. Огромная религиозная литература Тибета сохранила древние священные писания буддизма, санскритские подлинники которых были утрачены в Индии. Колоссальный труд по переводу сложнейших концепций буддийской мысли на грубую речь кочевников и создание литературного языка были совершены блестящей плеядой индийских бандитов. Многие тибетские монастыри все еще хранят исторические реликвии этой замечательной деятельности индийских ученых. Многие монастырские библиотеки владеют уникальными санскритскими рукописями из утраченного буддийского канона, выполненными на пальмах новых листьях и бересте. Многие монастырские библиотеки владеют уникальными санскритскими рукописями и благословения и ваша связь с этим человеком. Гуляя по Адхармсали, мы окунулись в атмосферу жизни тибетского народа, потерявшего свою родину. Во время нашего пребывания в Индии несколько тибетцев проводили бессрочную голодовку. Они требовали вернуть независимость Тибету. Они голодали насмерть. Во всех тибетских поселениях Индии в это время проводились демонстрации в их поддержку. «Кто они живут в школе?» «Кто они живут в школе?» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Долина Кулу – это знаменитая древняя священная дорога паломников в Ладак и Тибет. Вдоль русла реки Биас, которая была последним пределом в Великом походе на восток Александра Македонского, на склонах гор расположились многочисленные храмы. Здесь в небольшом селении Нагар в 1928 году после завершения Центрально-Азиатской экспедиции поселились наши знаменитые соотечественники Николай Константинович и Елена Ивановна Рерих. Здесь в имении, из которого открывался вид на всю долину, в окружении снежных хребтов гор, выделяющихся на фоне голубого неба, были написаны знаменитые картины Николая Рериха, записаны учения живой этики. Здесь Юрием Николаевичем Рерихом создавался Институт гималайских исследований. Его назвали Урусвати – свет утренней звезды. Институт состоял из нескольких отделений – естественных наук, тибетской медицины, истории культуры народов Азии, археологии и филологии. Госпожа Урсула, смотрительница музея Рерихов, любезно показала нам достопримечательности имения. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь упомянуты Нагарджуна, Падма Самбхава и Санта Ракшата. Здесь были кровопролития. Здесь поднимались города и храмы, чьи руины до сих пор украшают горные хребты Гималаев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мудрец, исходя из законов всеобщих, не должен жалеть ни живых, ни усопших. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сменяются наши тела, и смущенье не ведает мудрый в ином воплощенье. Есть в чувствах телесных и радость, и горе, есть холод и жар, но пройдут они вскоре, мгновенные они. О, не будь с ними связан, о Арджуна, ты обуздать их обязан. Лишь тот, ставший мудрым, бессмертия достоин, кто стойк в несчастье, кто в счастье спокоен. Говорите, подзалез там медленно. О, это совсем сложно. Нет? Нет. Откуда-то вы знаете русский? Сельф. Сама? Да. О, это уже. Нет. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok